Привет, дорогие друзья! Сегодняшний Федери-влог полностью посвящен творчеству и творческой культуре. Мы не только встретимся с продюсером Ирины Билок в 90-е, Верке Сердючке в 2000-е и Каске сейчас Юрием Никитиным, но и поговорим о книге, которая называется «По ошибке на снага вдохновение». Хотя на самом деле ее название «Паверфул» – мощное. Я классно пою, могли бы быть моим менеджером. Нужно сказать так, что Андрей Данилко – это гений, нам нужны стадионы. Я знаю, что ты не очень любишь говорить о деньгах. Да, полтора миллиона, три миллиона. Перевалило уже за два и больше ста тысяч долларов. Книги нет про вдохновение. Этот момент плющило, create whatever. Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог. И сегодня у нас в гостях знаменитый, эпохальный, я бы так сказал, украинский продюсер Юрий Никитин. Привет, Юра. Привет. Мы с Юрой знакомились два раза. Один раз, я думаю, где-то там года или полтора назад у нас на проекте «Факап Найтс». И я тогда Юре напоминал о том, что на самом деле мы познакомились то ли в 96-м, то ли в 97-м году. Когда я работал журналистом в журнале «Капитал» и писал о маркетинге, и мой хороший знакомый тогда Валера Тверской решил порекомендовать меня в качестве пресс-секретаря Ирины Билок. Я думаю, что то, что у нас действительно похоже с Юрой, что каждый из нас абсолютно по-разному последние 20 лет работает с творческим продуктом, нематериальным продуктом и работает с очень эмоционально емким продуктом. То, что в итоге, за что платят люди тебе, твоим проектом, это за те эмоции, которые они переживают. Абсолютно за эмоции. Вот для тебя, что такое эмоция? Но для меня, с точки зрения нашего бизнеса, эмоция – это способ воздействия на аудиторию. Когда ты говоришь об эмоциях со своими коллегами, ты говоришь о них какими терминами? Яркая эмоция, жесткая эмоция, мощная эмоция, сильная эмоция. То есть в любом случае в музыке чем сильнее эмоциональный ряд, тем быстрее продукт входит в мозг человека, в его тело, тем быстрее он проникается тем музыкой, тем творчеством, которое мы ему показываем. Обычно, когда люди говорят об эмоциях, они говорят о чем-то часто спонтанном и интуитивном. В бизнесе роль спонтанности и интуитивности часто разрушительная. Существует ли какой-то алгоритм формализованный, по которому ты обязательно идешь, процесс с каждым проектом? Там есть два пути. Первый, я получаю какой-то трек, сначала работаю с ним сам, потом показываю определенной узкой группе людей, профессионалов, потом показываю его демо-группе, ну в компании много людей, поэтому более широкому кругу, но слушаю мнение, анализирую и, собственно, принимаю решение в конце. А когда ты говоришь, что я получаю трек и работаю с ним, ты его просто слушаешь один раз или что-то еще происходит? Нет, я его слушаю в разных ситуациях, в разное время суток, потому что музыка по-разному воздействует. Например, утром, когда солнце светит, когда дождь идет, когда вечер. То есть для меня супер трек, супер хит, он должен включать меня в любое время, независимо, сплю я, ем я, иду я. И вот, например, сегодня ночью у меня есть два трека, с которыми я сейчас живу, и вот прямо они крутятся у меня в голове, я просыпаюсь одиночью, они у меня звучат, я там что-то меняю в них. Потом утром сажусь в машину, еду на работу, снова включаю, снова слушаю, что-то снова меняю. Сколько тебе нужно времени вот с момента, когда ты услышал, до момента, когда ты понял, да, это тот трек, который я беру в работу и буду его докручивать, доворачивать? Понимаю я сразу. Бывает так, что есть готовый проект, либо просто готовая концепция, либо ничего нет. Все зависит от данной конкретной ситуации. То есть ничего, все и что-то посередине. Да, ничего, например, это когда просто мне попадается в руки очень яркая песня, и я понимаю, такого нет, это очень круто, и значит, нужно под эту песню делать проект. То есть я как будто, глядя на трек, слушая его, сразу вижу целую концепцию проекта, как это должно выглядеть, сколько людей должно быть, или какой, например, должен быть вокалист. Но это клик, да? То есть ты его слышал, это первые секунды трека, или первые минуты трека, или ты там день послушал и ответил? Ну, не знаю, это как правило, нет, 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 я слышу сразу. Это как правило, наверное, ну, от 15 до 30 секунд. Скажи, пожалуйста, когда ты слушаешь музыку, думаешь ли ты о потребителе, думаешь ли ты о слушателе? Когда меня спрашивают, на кого в первую очередь нужно смотреть, я, конечно, говорю на потребителя и на слушателя. Но, честно говоря, в самый первый момент я о нем не думаю. Либо эмоционально это работает на меня, да, либо оно меня включает эмоционально мощно, либо нет. То есть если оно меня не включает, я начинаю там более структурно и бизнесово к этому подходить, да, там, ага, ну вот оно меня не включает, потому что я, наверное, не целевая, но если вот взять там девочку 16 лет и прокрутить эту песню, то ее, очевидно, оно включит, а если здесь добавить вот такие, 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 такие слова, то тогда уж включит точно. Скажи, пожалуйста, какой процент решений ты принимаешь интуитивно, вот на уровне первого трека? Хотел сказать все, но большинство. Это не зависит от того, покупаемые песни, непокупаемые песни, подписываемые контракты, неподписываемые контракты. Для меня очень важно, чтобы продукт, который мы делаем, включал меня в первую очередь, несмотря на то, что я могу не являться целевой. А почему это важно? Ну, для меня важно, потому что если я уверен в продукте на 100%, я могу убедить всех остальных, начиная от артиста, который должен петь этот трек, команды, которая работает с этим треком, программных директоров, ну и в итоге аудиторию. Когда я не уверен в песне, мне кажется, эта неуверенность передается дальше по цепочке, и трек не так работает. Клик произошел, ты взял трек в работу, после этого идет большой, большой период, когда ты работаешь вот с этой вот большой группой разных талантливых людей. Кто-то работает с музыкой, кто-то с текстом, а кто-то снимает видео. Как тебе удается объединить разных людей, у которых у каждого свое видение, настроение, стилистика, в единый творческий продукт? Я просто первоначально работаю только с теми людьми, с которыми мне комфортно работать, с людьми глубокими, профессиональными и актуальными, современными. Раньше я работал с большим количеством авторов, например. Мне приходит огромное количество писем с музыкой. Много, не знаю, может, 10 песен в день. Раньше я слушал абсолютно все треки, но последнее время, то есть я приблизительно уже знаю, что кто пишет, стилистика, направление, и большинство из музыки я не слушаю. То есть у меня есть ряд любимых авторов, то есть те работы, с которыми у меня в приоритете. Авторы – это не исполнители, правильно я понимаю? Да, это не всегда исполнители. Композиторы, поэты, аранжировщики, саунд-продюсеры, звукорежиссеры и часто исполнители. Как из ничего рождается качественный творческий продукт? Это всегда по-разному. Ну, правда, когда я говорю по-разному, я не то чтобы хочу уйти от ответа. Вот бывает просто, например, идеи нет, никаких нет идей, вот ничего нет, пусто. А я понимаю, что время подходит, и уже нужно запускать, например, новый сингл «Скоро», а просто ничего нет. Ну и, например, я могу просто прийти в студию, сесть к ребятам, сесть с ними и сказать, может, какие-то есть наброски, покажите что-нибудь. Либо бывает, например, как, что есть какая-то песня уже готовая, и вот, там, не знаю, как было с песней «Не ангелов, Сережа», например. И был трек, который был написан, вот, и все было в нем хорошо, но не было основного, там, припевного хука. Был очень крутой куплет, там такой, если ты послушаешь, там очень такая красивая мелодия. Ну, смотрите, она прямо сейчас зазвучит. Да. Класс. И не было припева, ну, того припева, который бы нас удовлетворял. И вот песня была, мы понимали, что она классная, что в ней есть зерно, вот мы на нее смотрели и так, и так. Не было текста и не было припева. И в какой-то момент звонит Андрей Юринев и говорит, «Слушай, я, есть у меня идея, я тут лежал в ванной утром, и мне пришла идея, вот такая-такая, и поет там несколько строчек, или первую строчку, там, Сережа, я тебя любила тоже». Все. И сразу песня сложилась, и вот она, и сразу она пошла в студию, ну, как будто как в пекарню, да, и вот эта булочка горячая вышла, это все произошло просто за, там, неделю, наверное. А до этого, год, мы не понимали, что сделать с треком. «Юра, прощай, Юра, прости» — это вопрос о стратегии. То есть мы думали, как привлечь к этому треку внимание большого количества людей, потому что тогда как раз группа «Не ангел» была новой группой, и нам очень было важно, чтобы прям это было сразу мощно и ярко. Песня называлась «Город, прощай, город, прости». Это был тоже хороший припев, это был тоже хороший, хороший, хороший текст. То есть девушка уезжает в деревню? Ну, вот она была там тоже какая-то любовная история, в общем, но сейчас я не помню всего текста, это было давно, но там точно был текст про город. И, ну, как будто текст про город казался нам тогда не очень таким включающим. И что-то там, какая-то история была со мной возникла, там, что стратегически можем говорить так, 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 такие-то сообщения транслировать, вставить сюда, значит, слова Юра, а Юр много в мире, значит, не только обо мне, а еще и много Юр подтянется, ну и так далее, и так далее. И получилась песня «Юра, прощай, Юра, прости». Скажи, пожалуйста, в какой момент начинается коммерция? В какой момент ты начинаешь думать о цифрах, а не о музыке, а не о… Ну, я всегда думаю о цифрах. У меня сложная профессия, это когда нужно думать об эмоции, о творчестве, и тут же приблизительно понимать, принесет это творчество деньги или нет. У меня нет такого, что здесь я творю, а здесь я считаю. То есть это как будто один такой поток, просто разделенный надвое. Ты в этом сколько же, 30 лет почти, да? Ну, 30. Ну, да, да. Вот пять канонов поп-музыки, которые вот мейнстрим, мейнстримович мейнстримов, супер популярный, вот… Ну, хорошо, ладно, давай попробуем. Просто один, два, три, четыре, пять – это очень серьезная история, о которой нужно думать. Ну, например, смотри, например, вот то, о чем я говорил сейчас до этого, это форматность музыки. Сейчас есть определенные каноны, законы жанра. Вступление не должно быть длинным, оно должно быть коротким. До сколько секунд? Ну, до 15 максимально. То есть, например, если я слышу песню, которую играет артист, или которая звучит где-то, где вступление одна минута, понятно, что никто ничего не считал. То есть понятно, что эмоционально музыкант сидел, его в этот момент плющило, и он настолько был захвачен вот этим состоянием, что ему вообще все равно, какое-какое вступление он там играет, да, по длительности. Он там играет 50 секунд, 40, полторы минуты, ему неважно. И тогда я понимаю, что, ага, здесь, ну, как бы, здесь музыкальность, музыка, она первоочередна. Когда я понимаю, что там вступление 5 секунд, 7 или там максимум 15, я понимаю, что люди, которые делали эту музыку сейчас, они точно понимали, каким должно быть вступление. Потому что, например, время ускоряется, зритель, ну, как бы, зритель быстрее переключается, ему нужно сразу давать какие-то очень мощные, вот эти хуки мы называем их в музыке. Звуковой крючок. Крючки звуковые. Что такое звуковой крючок? Потому что у меня один из клиентов, номер один критерий, когда он видит ролик, он говорит, хорошо, а где будут крючки? Крючок, то есть хук, это место, которое ты выделяешь, запоминаешь, самое яркое место в песне, запоминаешь, в идеале можешь повторить. То есть яркие точки. Да, яркие эмоциональные моменты в песне. Раньше, например, такой момент был один в песне, припев. То есть считалось, что одного мощного припева достаточно для того, чтобы песня стала суперхитом. То есть сейчас некоторые шведские мастера делают по пять хуков в песне. То есть когда ты слушаешь трек, такое впечатление, что он нарезан из пяти разных частей. Что музыка как будто не льется, не перетекает, вот идет развитие, 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 эмоциональный всплеск, потом там, ну вот как, не знаю, классическая драматургия. Классическая драматургия именно. А когда сам по себе, куплет, припев, бридж, яма, каждая вот эта отдельная штука, она является завершенной формой, со своей маленькой драматургией, развитием, понимаешь? Ну вот, например, если послушать последний альбом Ольги Горбачевой, там есть песня, например, ну не знаю, «Хорошие новости». Вот послушайте трек «Хорошие новости», как он сделан. То есть я на полном серьезе говорю. Вот он сделан по такому принципу. То есть каждая часть самодостаточная. Каждую часть ты можешь напевать. Каждая часть цепляет. И вот сейчас это основная тенденция. То есть когда каждая, когда каждая составляющая, это и есть мощный хук. И таких хуков должно быть минимум 2-3, лучше 4-5. И вот когда я слышу такой хук в песнях Рамштайна, например, в каком-то из треки, то я понимаю, что сидели люди и очень четко «Нет, нет, не включают, еще, меняем, так». Понимаешь? То есть ты видишь, что ты видишь в домашнюю работу? Да, они считали. А что еще? Обертка, картинка. То есть мы всегда можем оценить, когда мы смотрим на любой продукт, на шоколадку или на воду, мы всегда понимаем, что этот продукт сделан так, чтобы максимально удовлетворить вкусы потребителя. И вот прям ты смотришь и чуть ли потребителя не видишь за этой бутылочкой или этим шрифтом. А в музыке всегда было не так. То есть мы как будто, ну да, мы делили там, что это музыка для панков, это музыка для хиппи. Но вот так, чтобы прям точно представлять себе портрет целевой аудитории, такого не было. А сейчас как будто есть. Все сделано так, чтобы максимально угодить потребителю. Чтобы он, я это называю, датчик свой-чужой сработал. Ну, наверное. Чтобы датчик свой-свой. О, это же я для таких, как я, от таких, как я. Она каста. И вот прям это может прослеживаться во всем, например. И в текстах песен, и в... Ну, в основном в упаковке. То есть одежда, лук, прическа, ну, и какие-то основные смыслы, которые человек транслирует, например, со сцены. Да, там, что он говорит. Но вдруг. Привет, меня зовут Андрей Федорев. Я предприниматель, и уже 20 лет моя страсть это бренды. Мы работаем с крупнейшими компаниями Украины. Мы создаем и развиваем бренды для клиентов из США, Швейцарии, Австрии, Германии, Норвегии, даже Саудовской Аравии. Мы объединяем бизнес и творчество, спаиваем во единое целое эмоции и транзакции. А 2 апреля я с большим удовольствием по приглашению Клуба Молодых Бизнесменов приеду в Одессу. Я хочу пригласить вас на конференцию, которая называется New A, которая пройдет 7 апреля в Казахстане. Итак, друзья, 8 апреля я с огромным удовольствием выступлю на третьей неделе маркетинга и рекламы Ad Week, которая состоится в Ташкенте. И мы поговорим о брендах, которые помогут изменить в ваш бизнес. Буду рад вас видеть, добро пожаловать. Create whatever. Создавай что угодно, что угодно, но создавай. У меня есть друг, который фанат дипешмот. Он примерно от твоего возраста. Я его обзываю, говорю, Олег, ты группис. Когда идет тур, он вначале покупает 20-30 себе хороших билетов в рамках тура. В разные города. В разные города. Покупает себе авиабилеты. И он активно работает, у него куча бизнесов. Он знает, что вот там все, суббота у меня Рим. Он субботу утром аккуратненько сам часто приезжает в аэропорт, прилетает в Рим, ужинает, приходит на концерт. Personal Jesus, спадки, утром в Киев. И он собирает эти впечатления, и он говорит, сравнивает, насколько разные концерты, например, были, например, в Милане и в Риме. Да. Казалось бы, пару сотен километров. Говорит, энергетика совсем другая. Но солист Дэвид движение выглядит 100% спонтанными. Ни одного спонтанного движения. Он говорит, я уже к 12-му концерту знал, что сейчас он там вдруг там выкинулся, бросил какую-то тряпочку. Ну, то есть, и там траектория движения его руки абсолютно одинаковая. Это профессионализм? Профессионализм. Или это конвейер? Или это обман? Это профессионализм. Знаете, как говорят в музыке, любая хорошая импровизация всегда тщательно подготовлена. То есть, это импровизация, но она готовится. То есть, ты все равно понимаешь там квадраты, в которых ты будешь играть, ты понимаешь какие-то приблизительно основные ноты, пиковые моменты, но как ты к этой ноте выйдешь, это уже вот может быть по-разному. Там та-та-та-та-та или та-та-та-та-та-та. Но ты все равно приходишь в эту ноту. Так и здесь. Это просто люди такого уровня мастерства, просто того, кого ты назвал, я его считаю одним из величайших шоуменов современности на поп-сцене. Немного людей еще можно поставить в один ряд. А как ты оцениваешь? Фактически, я стремлюсь к тому, чтобы артист, выходя на сцену, настолько мог держать аудиторию, что все остальное не имело значения. Просто Depeche Mode это хороший пример. Я много раз был на их концертах и на один концерт даже в Варшаву, когда-то помню, мы полетели сто лет назад с Ириной Билок, и вот там шел проливной дождь, они были где-то на каком-то летном поле, и мы были близко, но воздействие было такое, во-первых, не хотелось уходить, это понятно, и дождь был не помехой, а во-вторых, Ирина Билок в какой-то момент начала радовать. То есть настолько это включает, понимаешь, когда с тобой происходит что-то и ты просто не можешь ничего с этим сделать, да, вот там ты или плачешь, или радуешься, там или, ну не знаю, у тебя там грусть охватывает меланхолия, но вот это и есть верх мастерства. И вот именно Gehen это как раз тот человек, глядя на которого все остальное как будто не имеет значения. Как этого добиться? Можно ли это сделать планово? Это большая работа, это большой, очень большой труд, но особенно в начале. С этим, конечно, нужно родиться. То есть есть люди, которым это дано от Бога, есть люди, которым это не дано и которые приходят к этому через огромную работу, ну вот я имею в виду дано, не дано держать вот так сразу аудиторию. Вот условно там Timberlake в прошлом году выпускал альбом, да, там новый альбом Man of the Woods, альбом, в котором собраны очень разные песни, там от кантри музыки до там просто попа, такого самого ну вообще приземленной поп-музыки. И раньше шаг был ну не знаю, сингл в 3-4 месяца. То есть в год артист выпускал 2-3 трека, ну скорее 3, в альбоме максимум 5, 3, 4, 5 синглов, да. Что происходит сейчас? Вот Timberlake выходит, во-первых, альбом выходит 2 января, чего не было никогда раньше. Во-вторых, он начинает вдруг выпускать подряд, там раз в две недели выдавать новый сингл. В-третьих, синглы абсолютно разные. Один сингл про то, как он там по лесу ходит, это такая легенькая типа кантри песенка в какой-то клетчатой рубахе. Следующая песня, где он там играет за каким-то синтезатором в очень модных кроссовках, как у тебя. Следующий трек, там еще, еще абсолютно, абсолютно меняет стили, направления, характеры, имиджи. Понимаешь, вот-вот... О чем это говорит? Чему у Тимберлейка могут научиться большие бренды? Что он пытается охватить как можно широкую аудиторию. Первое, второе, забить с собой медийное пространство. И чтобы кантри-журналы писали, и танцевальная музыка, чтобы говорила о нем, и потребитель, и ядро аудитории, чтобы говорили вау, еще, еще, еще там, да? Но это уже стратегия. То есть, фактически, если там чуть-чуть анализировать то, что ты сказал, ты говоришь сейчас о том, что если мы хотим быть мейнстримовым большим брендом, то это не попытка быть всеядным и понравиться всем, а это мультинишевый продукт. Да, мультинишевый продукт. Мне очень нравится эта характеристика, и мне кажется, это самый свежий тренд сейчас. Мультинишевый продукт. Это когда ты не делаешь что-то, что может понравиться всем. Ну вот тогда оно сразу становится таким, ну типа, псевдо, пресно-поверхностным таким, да? Да, да, фейковым таким чуть-чуть. Давай возьмем два твоих проекта, да, то есть, скажем так, и о них поговорим там чуть конкретнее. Один проект это Верка Сердючка, другой это Каска. Верка Сердючка, ты рассказывал в интервью, есть прекрасное интервью Анатолию Анатольевичу, пожалуйста, будет ссылка в описании, если вам интересно еще два часа пообщаться с Юрой, пожалуйста, смотрите. Ты рассказывал в интервью о том, что ее нашли на кастинге в Одессе и сказали, что есть очень талантливая исполнительница, вы начали с ней общаться работать и потом родился один хит и потом тебя из альбома реально зацепила одна песня, она же зацепила, насколько я помню, еще несколько человек из твоего окружения и вы решили на нее сделать ставку. Сильно ее переработали и... И получилась песня какая? Плакала. Не, не так было сплакала. Сплакала абсолютно обратная ситуация была. Хорошо, давайте тогда коротко вот скажем, если мы говорим об этом алгоритме, да, то есть когда сначала торкнуло, потом вы докрутили продукт с большим... И потом идет работа с аудиторией, если я правильно понимаю. Да, но в Украине работать легко, потому что рынок фактически свободен, рынок музыки свободен в принципе, то есть хорошего, качественного, такого по-настоящему мощного продукта его очень мало. Я не очень люблю это слово, но это называется как бы продюсерский продукт. Да, и часто нам говорят, что вот ну это продюсерский проект, имея в виду, что это плохой проект, типа не труп проект, фейковый проект, на самом деле это абсолютная неправда, это заблуждение. Я считаю, что каждый крутой проект это продюсерский проект. Каждый. То есть если проект крутой, там стоят продюсеры, продюсер, кто-то, группа людей, которая работает над этим проектом, и это видно, поэтому он становится таким качественным, правильным, звучащим отовсюду, да. Первая песня, первый сингл, он был «Свята». И когда трек был полностью закончен, то есть когда мы, когда Сергей Лакшин, автор текста, окончательно вот нашел это слово «свята», потому что мы долго искали, там было много слов вместо слова «свята», там была и правда, и еще что-то, еще что-то, но мы, когда работали над этим треком, не было окончательной концепции. И вместе с песней мы эту концепцию искали, да, там, куда больше в социальную историю, больше в любовную историю, больше в такую приличную, или больше в такую, но отвязную, да, то есть это был такой постоянный поезд, там что-то было около десяти разных вариантов текста, но это уже было после того, когда мы определились с треком и в целом с концептом. А как бы ты вот словами описал концепт каски на тот момент, на этапе зарождения проекта? Вы для себя написали там «это будет эти пять прилагательных» или это, как вы это формализуете? Потому что, то, что у тебя с чуйкой все в порядке, это… В идеале, знаешь, в идеале, в идеале так, чем меньше слов в описании, тем лучше. Мы говорим про одно слово обычно у нас в работе. Чем меньше, тем лучше, но в реальности так редко получается. Не помню, не помню сейчас описание, мне нужно посмотреть, оно есть. У нас есть брендбук по каске, сейчас не помню, как это называется, потому что там очень важно, иначе сейчас слов будет много, а там как-то их мало, пять, по-моему, всего. И вот вы нашли слово «света». Вот мы нашли слово «света», вот трек был готов и все. И с этого момента я понял, что проект удался. То есть даже он еще не был в эфире? Он не был в эфире. В какой момент появляются деньги? Ну вот смотри, когда ты послушал трек. Это момент, когда ты должен фактически заходить в инвестиционный проект, если я правильно понимаю. Ты должен начать тратить деньги, когда-то маленькие, потом чуть больше, а иногда очень большие деньги, да? На разные, то есть на продакшн, не будем перечислять. Ты считаешь эти деньги или это тоже, ты понимаешь порядки цен, ну там примерно впишусь в 30 или в 300, а примерно за три года заработаю миллион или 10? Да, я в этом случае действую как плохой бизнесмен, плохой математик, потому что здесь иногда эмоциональное превуалирует над рациональным, и если я включаюсь в проект, если команда включена в проект, и все горят проектом, то для меня уже плюс, минус 10, 20, 30 не имеет значения. То есть я понимаю, что проект уже состоялся. А какая амплитуда имеет значение? Плюс 100-200 ими? Ну здесь невозможно, ну то есть понимаешь как, я все равно понимаю приблизительный порядок, он у меня в голове всегда, и это первое. Второе, я человек в принципе разумный в общем, ну таковым чем я считаю, но в большинстве случаев. И все равно я понимаю, что за какие-то рамки, даже если кто-то мне сейчас что-то предложит такое, то есть не знаю там, давай снимем на космическое обитальные станции Клип. Ну вот, я не вижу в этом смысла, все равно никакого я не буду это делать. Ну то есть ты все равно будешь принимать логические, тактические решения? Плюс-минус, плюс-минус логические, да, плюс-минус логические. Шоу-бизнес это такая история, где можно потратить все деньги. Просто все, что у тебя есть, сколько бы у тебя их ни было. Ну не знаю, миллиард наверное нельзя потратить, но теоретически наверное можно очень много. Если стоит такая задача, мы можем попробовать. Да, можно, можно. Ну вот, и поэтому, если уже мы входим в проект, я дальше не считаю, там плюс-минус, вот у нас есть бюджет, там 10, и мы в рамках этого бюджета работаем. Масштаб, я знаю, что ты не очень любишь говорить о деньгах, конкретных, но проекты масштаба каски, то есть национальные музыкальные бренды, на первый год входа, о каком порядке инвестиций мы говорим? Это десятки или сотни тысяч долларов? Ну это сотни тысяч. Но зависит от того, насколько крепкий продукт и мощная концепция. То есть, в принципе, чем мощнее концепция и мощнее продукт, тем меньше денег нужно для его старта. Чем слабее это все, тем, значит, соответственно, нужен больше бюджет. Я это называю искусственное дыхание, когда продукт крутой, ну ты тоже можешь сказать, ты можешь на искусственном дыхании его тащить. Ну на органике, грубо говоря, да, то есть народ включается, многие, например, делают специально провокационный продукт, да, где только чистая органика может быть. Ну, чистая относительно. Все равно первый пуш нужно делать. И, ну вот, каска это просто, то есть, многие продюсеры говорят, озвучивают цифру 300 тысяч долларов на первый год, на год работы артиста. Ну, то есть, я это делаю значительно дешевле, но это все равно приличные суммы, как для, ну не знаю, как для нашего рынка, да. Что такое успешный артист, в твоем понимании, за там 3-5 лет, не знаю, валовая выручка, ну, то есть, скажем так, что ты считаешь для себя успехом? Ну, успешный проект, это когда артист приносит больше 100 тысяч в месяц. То есть, вала? Вала или дохода зависит от артиста. Ну, то есть, если артист маленький, он не может прыгать через голову, понятно, если артист там большой, это другая история. то есть, дохода продюсеру? Дохода в принципе, а от того, сколько получает продюсер или менеджмент компании, вот мы когда говорим со мной, я продюсер, но за тобой огромная компания, ну, в твоем бизнесе так же, то же самое, да, когда, то есть, как будто денег много, а когда ты посмотришь на группу людей, которые в это включены, на все, куда эти деньги уходят, то, ну, как будто, все понимали, да, поэтому много или мало, для меня это очень относительные понятия, да, ну, для меня проект интересный, это когда больше 100 тысяч долларов он приносит в месяц денег. Это первое. Второе, для меня интересен проект, когда он у меня есть перспективы развития, то есть, и глядя на артиста, я понимаю сразу, там, насколько большим он может быть. Меня интересуют проекты, которые могут быть, которые могут собирать, там, стадион олимпийский. Сейчас у меня такие амбиции. Третий момент, меня интересуют только те проекты, которые могут быть востребованы за рубежом, причем для найти в спикер статус но это это сейчас такие новые коррективы у меня новые все время новые цели и новые планки и сейчас меня интересует работа только с теми артистами которые могут быть востребованы в америке в германии там в британии на самых больших музыкальных рынках в японии то есть если этот проект может быть большим в рамках украины только я с ним не стану работать и вот многие просто спрашивают меня вот 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 мои песни там вот я классно пою там вот могли бы быть моим менеджером там да мы там заработаем но для меня это неинтересно следующий момент меня интересуют только те проекты которые из которых можно построить мощные музыкальные бренды то есть это уже как бы вот то чем ты занимаешься когда проект может быть брендом они просто именем фамилиям там имя имя фамилия конкретного артиста да там вот каска это музыкальный бренд бренд который можно масштабировать не знаю там на разные сферы и направления который из которого можно строить лицензионный бренд продавать в лицензиях книжки выпускать мультфильмы снимать вот вот это меня интересует ну и так далее поэтому у меня есть там определенная моя система отношений к тому или иному артисту да и когда я принимаю решение входить с ним сотрудничество или нет и соответственно когда все весь этот набор соответствует тому что у меня в голове то я уже относительно денег думаю меньше то есть я уже понимаю а это можно масштабировать это можно вырастить это можно там не знаю развить здесь 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 столько-то мы можем там через три года мы можем собрать ну не знаю там 10 тысяч человек на своем концерте это приблизительно столько денег тогда включается математика скажи пожалуйста любой продукт новый любой клип тоже новый продукт это тяжелый маховик да то есть скажем так который вот тебе нужно на усилии преодолеть хотя бы вот этот вот первый круг чтобы он начал там дальше вращаться первый импульс на ютюбе что дает то есть вы вложили деньги в промо именно ютюбе или ты говорил то что вы поддерживаем и поддерживаем до каждого туда но не сам трек да но не сам трек на 1 на первых это на первом этапе потому что нам важно понимать насколько органический трек может набирать и работать то есть потому что когда ты начинаешь сразу тратить деньги в рекламу ну ты можешь не не увидели органики да а нам она важна чем больше органики тем дальше трек может зайти там тем алгоритмы ютюба например работают круче и поэтому мы с треком плакала мы надо начали делать всякие разные там манипуляции как-то проводить викторийные конкурсы конкурс там ковыров мы выложили минус чего никогда не делаем то есть минус инструментал песни пойте выкладывайте и получилась такая лавинообразная история когда все вокруг песни плоды само самого трека плакала активно активно заработала ну и под каждым этим под каждым этим видео под каждым под каждым этим значит q qq с конкурсной историей стояли ссылки на сам трек плакала которые люди хотели это послушать как же он там звучит а вот мне чтобы спеть надо послушать а вот там посмотреть ну и так далее так далее так трек разогнался потом ну как бы традиционные медиа радиостанции телеканалы они журналисты пресса ну что и pr играет и про промоушен играет все играет на популярность трека в ютюбе в том числе и то есть нам было важно выйти в широкий эфир поэтому эта вся волна поднялась потом включились радиостанции они увидели на активности а песни стали писать включились радиостанции некоторые телеканалы будешь смеяться некоторые телеканалы например в болгарии музыкальный канал показывал эту заставку как в ютюбе просто песни среди других музыкальных клипов и ну и то есть вот поэтому 85 миллионов аудиотрека ну и конечно когда стал выходить клип в клип вышел на подготовленную почву уже с клипом мы затянули потому что мы перебирали ряд ряд концепции то есть ожидание от клипа были такими что какое расстояние между в идеале в идеале это от месяца до трех а у нас клип вышел по моему через полгода ого да или там через пять месяцев долго потому что мы перебирали концепциями то есть тут уже важно было не ошибиться до а ожидание аудитории было таким ну типа так набирает трек а что же там будет за видео круто я понял и вы боялись разоглавать да и мы и мы боялись рассчитывать разочаровать поэтому в итоге мы сделали абсолютно простую видео построенное на людях которые принимали участие в нашем конкурсе мы сказали кто круче всех споет песню плакала того мы снимем в нашем клипе все скажи пожалуйста если от отскочить на 15 лет назад когда рождался альбом хорошо и песня все будет хорошо как строилась тогда работа чем она отличалась и на что ты тогда делал ставку ну тогда она строилась больше на тогда не было никакого прагматича не прагматизма никаких просчетов ну то есть тогда было тут это была огромная волна ну тогда надо сказать что когда выходил альбом сердечко это же если ты помнишь это практически супер персонаж но супер персонаж супер популярный супер актуальный супер популярный юморист юморист да и чтобы нас все было она за это ничего не было как бы не умеете такой шутки мало кто знает мы выпустили пробный альбом в украине он назывался не изданная сердечко не издана это был первый альбом музыкальных музыкальных произведений верки сердечки и он не пошел нужно сказать так что андрей данилка это гений который может предвидеть вещи о которых никто не понимает не знает и не может объяснить и какой-то момент он сказал юра я должен петь потому что потому что вот то что я ну как бы потому что как будто то что я рассказываю монологи это не может пойти дальше чем театральные подмостки а нам нужны стадионы и и как как бы конечно эта песня мы сказали окей включились в работу начали записывать музыку и в тот момент когда сердечко стала петь на концертах песни организатор сказали не 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 никаких песен организаторы концертов которые платили деньги за верху сердечку и у нас разразился невероятный внутренний конфликт между теми людьми которые занимаются концертами в компании теми людьми которые занимаются в офисе этом творческой работой то есть потому что организм говорили если сердечко поет мы не покупаем концерт то есть для нас принципиальный вопрос что он просто читает монологи и это был какой-то период не знаю год может до двух лет такой ломки в нам приходилось отказываться от работ все время конфликтовать с организаторами потому что почему ты на это пошел ну потому что я всегда иду за артистом если я чувствую что это гений а это тот случай почему не пошел альбом неизданная потому что украины было недостаточно для этого масштаба украина была слишком маленькой но украина была слишком маленьким рынком для того чтобы вот это включение произошло и включение произошло только тогда когда мы выпустили альбом на одним и одном из самых крупных российских лейблов и российский лейбл заплатил нам огромную огромный аванс то есть неслыханный аванс по тому времени за выпуск этого альбом сколько день больше ста тысяч долларов но это был неслыханный аванс на уровне того что все получали 20 например топ-артисты но это какие-то большие деньги были тогда но продали какое-то неслыханное количество ну и в итоге включили неслыханное количество людей в эту историю и диски заиграли на базарах на вокзалах это спросить вот диски и кассеты на базарах это был маркетинговый ход его с этим как-то работали или это единственная реакция на родственная реакция народа на феномен верхней сердечки таких естественных реакций но когда меня спрашивают а вы были такие еще ну вот я могу назвать 3 владимир высоцкий группа ласковый май и верка сердечко потому что есть такое понятие когда продукт навязывается и продавливается через медиа то есть например артисты которых вот вот их они маленькие 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 потом это настолько мощно начинает играть там не знаю в в центральном телевидении да в на главных каналах что просто от этого некуда деться или и например персонаж которого показывают с утра до вечера в телевизоре да вот он сидит в жюри с утра до вечера в каждой программе и как будто он уже становится членом твоей семьи то есть уже не понимаешь нравится тебе его музыка или не нравится ну ты просто но он просто есть и он важный он большой ты должен просто пойти на его концерт сердечко было не так нас не было в эфире и музыки нашей не было в эфире персонажа не было в эфире и и просто в на рынках и отовсюду начала играть песня и вот как я помню очень хорошо этот случай в россии есть такая станция называется русское радио и когда-то это было просто ну это бы было было русское радио россии были все остальные станции и вот спустя год как мы выпустили альбом мы встречаемся значит тогда ну с бывшими владельцами русского радио и говорим о том что верка сердечко вела какой-то за церемонию золотой граммофон вместе с алой пугачёвой ну и мы говорим я говорю хорошо замечательно и как всегда переходим к финансовой части там я озвучиваю какие-то деньги которые являются запредельными потому что они рассчитывали ничего не платить и у них легкий шок и не видят подожди так мы сейчас мы сейчас вот а мы сейчас будем вашу музыку крутить а я говорю вы имеете представление сколько музыки мы продали на сегодняшний момент то есть вот это все это время за этот год вы ни разу не крутили наш трек а просто имейте представление сколько в музыке мы продали в количественных в количественном измерения это было но это перевалило уже за два или за три по моему миллиона только легальных а на то время процент пиратства будет что-то 90 или 95 процентов то есть мы продали диска хорошо и читатрита двух альбомов они мы шли в полугодичном промежутке мы продали больше чем львиная часть мировых звезд то есть там например альбом мадонны эротика продался тиражом 3 миллиона копий а мы продали альбом верки сердечки легально там не знаю полтора миллиона копий на русском языке на русско-украинском языке и 90 процентов нелегально ну то есть я поняту несоизмеримый пожалуйста сталкивался ли ты с понятием бостонская матрица это нудный термин из маркетинга и бизнеса который показывает продукты с точки зрения их жизненного цикла и там есть восходящие звезды есть там псы издойные коровы и так далее так далее считаешь ли ты что верка сердечко сейчас увядающий бренд бренд который находится на идет вниз по горе и что ты скажем так как продюсер который работает с этим брендом лет 20 собираешься с этим делать я не считаю его увядающим просто вверх вверху серверка сердечко сложно говорить поскольку верка сердечко было там где не было ну наверно пока еще ни одного отечественного исполнителя то есть это был гастролер номер один в мире который поет на русском и украинском языке поэтому если смотреть с этой точки зрения то позицию сердечки сейчас немножко другие если смотреть с точки зрения просто бренда как такового на сегодняшний момент то это по-прежнему мега востребованный артист который работает по всему миру некоторые концертах он играет перед рамштайном в некоторых перед робби вильямсом в некоторых перед кристиной агильерой просто окончательно сказать в каком состоянии находится бренд можно только после того когда он выйдет в продажу билетов в очередной тур а сердечко давно не выступала публично в тур в концертных турах это позиция артиста то есть позиция артиста когда это случилось после того когда началась война понятно и он сказал сейчас не время сердечки и вот сейчас не время сердечки продолжается до сегодняшнего дня вот уже пять лет он не выступает публично и мы не продаем билеты на его открытые концерты практически то случаются какие-то разовые истории либо там где-то в южных городах либо там еще где-то но это все равно не нет не то о чем мы говорим да поэтому замерить сейчас уровень популярности сердечки просто нельзя песни играют в эфире музыка продается в онлайне плюс плюс почему еще нельзя замерить новых синглов давно не было отдать ли ждать ужасно сложная книжка я буду эспреско сейчас итак дорогие друзья в рубрике книжный червь мы поговорим о книге пэти маккорд которая называется нас на или вдохновение в переводе на русский язык то что я хотел сказать что многие люди я думаю что уже знают немного о ней об этой женщине потому что она считается одним из авторов знаменитого документа который называется культурный код netflix это документ о внутренней культуре netflix который предназначен для сотрудников который тем не менее был выложен свое время в интернет и его скачали там миллионы миллионы людей он вызвал огромные в общем-то дискуссии по поводу того что в нем хорошо что в нем плохо и как вообще формируется культура компании созданных для новой цифровой эры то что я хочу сказать сразу это то что действительно переводчики в украине допустили я не скажу эту ошибку допустили определенную свободу когда назвали книгу вдохновение потому что на самом деле на английском языке книга называется powerful мощная и вот если я building a culture of freedom and responsibility практически про компанию федерев да создавая культуру свободы и ответственности в книге нет про вдохновение книга не про вдохновение книга про создание мощных команд если говорить вообще о пэти то это такая девушка не знаю там неопределенного возраста между 50 и 65 которая сама по себе является там грандиозным период примером того что такое харизматичный руководитель людьми в принципе харизматичный руководитель и то чего она начинает и то о чем она много говорит что образ и чар директора он полностью исковеркан и вообще неправильно трактуется в современной бизнес скульптуре мне кажется что вообще такое вот тот 5 она такой очень прямой правдару что она говорит что вот образ мамочки образ наседки образ заботливого ричара который заботится о людях которые работают компании очень много внимания уделяет например их лично по помощи в построении карьеры проведению разнообразных корпоративов увеселительных мероприятий еще чего-то это зло потому что она считает что это пережиток прошлого и если людей на работе для того чтобы они хорошо работали нужно развлекать то что-то идет не так потому что она очень четко говорит своей книге о том что работа и компания это нихрена не семья потому что из семьи вы не можете уволить человека и спортивной команды можете она сравнивает работу руководителя с работой тренера в хоккейных или баскетбольных командах который просто должен увольнять слабых игроков и давая правильные вызовы сильным игрокам которые показывают наилучшие результаты она говорит о том что в одном из интервью она была в одной панельной дискуссии с одним из баскетбольных тренеров его спросили что он чувствует в конце сезона когда ему нужно попрощаться с несколькими игроками с которыми они долго вместе но которые не показали хорошие результаты как же он наверно страдает он говорит нихрена я не страдаю я вообще нормально потому что это моя работа но то есть вы же не почему должны страдать от того что вы хорошо делаете свою работу то о чем она говорит что в современном мире она не верит в сильных людей она не верит сильных сотрудников она верит в сильные команды в то что лучшей мотивацией для человека является право работать сильной команде работать не с последсер простыми на cuatro и время работать практически невозможная задача. И она говорит о том, что если в компании вы не строите сильную команду и не даете этой команде вызов, а создаете группки посредственностей, которые просто тянут лямку, то вашей организации, мягко говоря, кирдык. Потому что если вы хотите идти в новое цифровое будущее и принимать все эти вещи, то то, о чем она очень много здесь пишет, это о том, что подход к работе обязан измениться. Потому что то, что работало раньше, все это сюсюканье, в общем-то, оно очень специфическое. И то, о чем она говорит, это ровно то... У меня было чувство практически дежавю. Ну, то есть, скажем так, мне сложно, понятно, сравнивать Федерев с Netflix, но, тем не менее, многие вещи буквально подслушаны на наших собраниях примерно 3-4-летней давности. Когда мы говорим о том, что сочетание свободы и ответственности – это главное, что нами движет. Когда мы говорим о том, что нас интересуют команды, а не... Ну, сейчас у нас Федерев, например, около 10 команд, да? Она говорит о том, что команда демотивирует обычные задачи. Она говорит, что человек должен просыпаться с мыслью, вау, какая же сложная задача меня ждет сегодня, и как же это круто. Если людей это пугает, если люди это парят, вам не нужны эти люди. Это очень жестко, да? То есть, скажем так, и она очень много говорит из-за традиционных HR про то, что они очень любят какие-то регулирования и так далее, и так далее. Она приводит интересный пример, что означает свобода и ответственность. Она приводит момент, когда они в компании столкнулись с необходимостью ускорения, когда они не могут позволить себе работать с прежней скоростью. Они пришли к выводу, что разные корпоративные регулирования, они замедляют работы компании. И иногда она говорит, что вместо того, чтобы переписывать политики компании, которых очень много в любой корпорации, например, политика по поводу отпусков, политика по поводу транспортных расходов, они приняли решение их просто отменять. И говорит, какая у нас политика отпусков? Да очень простая. Скажите, согласуйтесь с начальником. Все. Если вы с начальником договорились, значит все в порядке. И в данном случае она говорит, что когда мы собирались это сделать, мы очень волновались, потому что ты фактически отпускаешь вожжи, ты фактически отпускаешь руль. И мы боялись, что люди будут злоупотреблять свободой, что они будут использовать это во зло. Но она говорит, что если вы верите в своих людей, если вы уважаете своих людей, если вы доверяете своим людям, то не надо этого бояться. И мы удивились, насколько адекватно люди отреагировали и насколько круто это было. Она пишет очень много, например, про культуру открытости. Про то, что для того, чтобы организация работала, в ней должна работать практика. Например, она это называет радикальной искренностью. Когда все вещи, даже самые неприятные, принято не просто говорить, а говорить только в лицо. И говорить спокойно. Без перехода на личность, а с переходом на факты, с обсуждением. Она приводит пример, когда у них разразился очень жесткий спор между, по-моему, начальником отдела маркетинга и начальником отдела контента по поводу того, какой реальный, какой профиль целевой аудитории Netflix. И она говорит, что они сначала сделали, ну то есть они несколько встреч не могли договориться, и каждый из них был очень сильной личностью, и у каждого было много аргументов. Что они сделали? Они взяли, собрали общее собрание и предложили дискуссию провести на сцене. Но через какое-то время предложили двум лидерам поменяться позициями, чтобы каждый отстаивал позицию другого. Вау! Вот это круто! И она очень много говорит о том, что человек для того, чтобы хорошо делать свою работу, он в целом должен понимать то, как работает компания, куда движется компания и какие проблемы у компании. И она очень много говорит о таком корпоративном лицемерии, да, то есть когда для того, чтобы обеспечить комфорт человека, ему не дают адекватной обратной связи, когда ему не дают прямой критики. И самое важное, что компания притворяется, что у них все зашибись, когда в компании на самом деле все не зашибись. Но он говорит, что люди это чувствуют, и люди это знают. И то, что я удивился тому, как мало просмотров на ее выступлениях в YouTube, потому что я, когда читаю какую-то хорошую книгу, а эта книга отличная, и я обязательно рекомендую вам ее почитать. То есть это в принципе, вот я, наверное, ее с удовольствием включаю в список must read, то я могу сказать, что я после этого часто иду в YouTube и смотрю на живые выступления, потому что авторы, как правило, выступают. Я удивился, что мало просмотров. То есть она выступала в Google, рассказывала еще более интересные вещи. 5000 просмотров за 9 месяцев. Как же это возможно? Поэтому, пожалуйста, друзья, читаем книгу Netflix Powerful, Netflix Nas Naga, Netflix Вдохновение. И обязательно посмотрите какие-то видео про Петти Маккорд в YouTube. А еще здесь в ссылке мы дадим ссылку на первоначальный код Netflix, для того, чтобы вы поняли, что же такое корпоративная культура. Пока. Скажи, пожалуйста, как ты видишь и предчувствуешь вот своей мега-чуйкой будущее шоу-бизнеса, мирового, не только украинского? Что нас ждет в ближайшие 10-20 лет? К чему готовиться и чему у шоу-бизнеса может научиться классический бизнес? Трушности, настоящести, настоящие эмоции, чистые эмоции будет становиться больше, всего искусственного фейкового будет становиться меньше, форматного, если можно так сказать. Поэтому я за какие-то очень смелые, всегда смелые выпады, смелые шаги, ну это применимо и к классическим продуктом, наверное. Больше будет, про онлайн говорить не буду, все будет максимально уходить в онлайн, но уже сейчас, наверное, там, не знаю, сколько там процентов, да. Все будет уходить в мобильные телефоны, и так уже все уходит в мобильные телефоны. Все будет уходить в живые, такие сопричастные истории, где есть я и продукт, и артист. То есть, лайф-перформансы будут расти, они будут собирать еще больше людей, несмотря на все остальное. В этом парадокс, да, что сейчас, последний год-два, очень много говорят о том, что оффлайн победил, что онлайн является, там, номер один, там, растущим носителем и так далее, но то, что, как говорится, там, in the end of the day, потребитель все равно хочет лайф, да, то есть все равно хочет вот живое, все равно хочет сам увидеть, потрогать, прийти, пережить. Что ты про это думаешь? Я думаю, что это два параллельных мира, которые очень тесно переплетены. То есть одно без другого плохо работает. То есть он может работать одно без другого? Может. Но в идеале это использовать все эти две, ну, как бы два мира, да. Многие говорят, например, что радиостанции умерли, что музыку в радио никто не слушает. Неправда. Исследования показывают совершенно другое, да. И каждый онлайн успешный, например, исполнитель, он стремится попасть в эфир радио. Ну, в Америке так точно, в мире так точно. Когда мы говорим о том, что вся музыка ушла в digital, и это правда, то существуют, например, рынки такие, как Германия, Япония, те, где физические носители являются доминантой на рынке, где они приносят столько денег, их покупают в таком количестве, что в это невозможно поверить. Ну, например, Германия и Япония. То есть Япония – это номер два рынок в мире музыкальный, а Германия – это номер один музыкальный рынок в Европе. И там 80% денег практически, наверное, это музыка, которую называют Deutsche Schlager. Ну, понимаешь, о чем речь. И это музыка, которая продается в основном на физических носителей, как это ни странно. То есть компакт-диски? Компакт-диски. В Японии это просто безумие относительно винила. Ну, там они вообще на всех этих фетишных моментах помешаны, наверное. Ну, то есть там покупается такое количество вот этих подарочных боксов, да, которые стоят 25-25 долларов, 30 долларов, 50 долларов. Да, что в это невозможно поверить просто. Они приносят колоссальный доход. Что еще будет в будущем? Последние три главные вещи, которые случатся, локальный продукт будет продолжать доминировать. Это касается, ну, украинского продукта на Украине, немецкого в Германии и так далее, и так далее. Чтобы еще такого умного придумать. Настоящее всегда будет побеждать. Настоящее. Я Юрий Никитин, папа бренда Каска. Я за творчество во всех его проявлениях. Создавайте что угодно, продолжайте это делать в любом состоянии, в любом виде, в любом рынке. И успех неминуем. Create whatever. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!